Мы в ответе за тех, кого приручили. 4 октября – Всемирный день защиты животных. Мы сегодня отправились к тем, у кого нет своего дома. К тем, кого редко гладят и кому не всегда удается поесть досыта. Пункт передержки собак в Чебоксарах расположился прямо около Пехтулинской свалки. Чебоксарскому пункту передержки животных нет еще и трех лет. Но даже за такой короткий срок его сотрудникам и волонтерам удалось сделать немало. Сегодня на их попечении 250 собак и одна кошка. Гостям и волонтерам здесь всегда рады. Чудесные собаки, кошки, они без нашей поддержки просто пропадут, они не смогут справиться. Поэтому, конечно, надо быть рядом, надо помогать, особенно когда есть такие активисты. Алена Аршинова не просто любит животных, она заботится о них и весьма действенно. За последний год Госдума приняла ряд поправок к законодательству о защите братьев наших меньших. Продувы для животных, они уже должны быть открыты на эту зиму, потому что их закрывали и животные могут уличные, ну просто там побыть, когда будут морозы. Это уже законодательно установлено и сейчас идет работа, проверка. Наш комитет по экологии проверяет, чтобы эта норма работала во всех регионах. Это раз. Во-вторых, мы запретили контактную притравку. Депутат предложила пункту передержки свою помощь. Проблем немало. Самое главное, животные, которые попадают сюда, должны по истечению срока быть переданы либо новым хозяевам, либо в приют. Но приюта в Чебоксарах нет. И его функции выполняет пункт передержки. Не хватает места. Это первое. Второе. Всякие, конечно, ремонтные работы. Ну, переделка вольеров, например. Что-то мы успели переделать, что-то мы не можем. Нам по финансам не хватает просто переделать вот это все. Сейчас мы на зиму готовимся, будки делаем новые. С начала года мы отловили примерно где-то 390 собак. Мы, когда их привозим в пункт, обрабатываем от блох клещей, то есть от гельминтов, социализируем, прививаем и уже пристраиваем в добрые руки. То есть хотим, чтобы все наши питомцы нашли своих хозяев. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.